Уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов, сегодня я продолжаю серию таких фотографических отклонений от церебральной центральной темы, потому что сейчас зима, и можно подготовиться к весне и застать конец зимы, и сделать очень интересные кадры. В чем дело? Дело в том, что я призываю не покупать камеры или объективы. Это не мой бизнес. Я пытаюсь объяснить, как человек, сложившийся уже, который уже получил образование, специальность, иногда и заработал достаточно денег, может самореализоваться. Потому что меня-то в основном волнует то, что люди, имеющие колоссальный потенциал, я имею в виду и мозга, и здоровье, еще не растраченной, но уже наткнулись на то, что самореализация проблемы. Уже и деньги есть, и жены иногда не первые, и дома, квартиры, все на свете есть. Но нет только одного, нету способа реализовать себя. И таких способов, на самом деле, в нашем несчастном мире очень мало. Ну, поздно учиться живописи в 35-40 лет. Ну, поздно уже начинать заниматься изучением основ стихосложения на пятом десятке. Ребята, это делается по таланту, о котором я много говорю, и с раннего детства. Но есть области, где о нас еще могут вспомнить и даже заметить. Но это вот как раз фотография, потому что здесь достаточно владеть техникой, понимать, что ты делаешь, и иметь страстное желание самореализоваться. Иногда этого бывает достаточно для того, чтобы в том числе и радикально изменить жизнь. Иногда получается. И тогда это приносит то самое удовольствие, которое является, собственно говоря, целью любой жизни в конечном итоге. Сейчас произошло очень приятное событие. Вышел новый цифровой хасельблат, который в дизайне старой модели. 503, это там 907, там циферки всякие. 50-мегапиксельная камера, которая сейчас доступна. То есть это действительно роскошное изделие с очень маленькой камерой. Но на нем здесь написано 907Х-CF-V2-50C. Очень похож по картинке, подходит оптика к той камере, о которой я многократно говорила, использовалась с старыми объективами X1-D2. То есть эта камера, правда, намного удобнее, с моей точки зрения. Потому что она украшена еще прекрасной ручкой держателя, который, кстати говоря, выпускался и для пленочного хасельблат. Очень похожа. Вот посмотрите на них. Вот перед вами классический хасельблат. И вот его правоприемник. Как видите, разница только в том, что зеркальная система, с которой было много проблем здесь, заменена просто видоискателем и экранчиком. Для чего эта камера нужна? Естественно, эта камера абсолютно не нужна никаким репортерам. Не покупайте. Не мучайтесь, потому что эта камера не для этого. Она как раз отдает долг цифровой фотографии фотохудожникам. Именно этой камерой можно создавать различные художественные произведения, в которых больше смысла и меньше репортерской съемки. Я пользовался примерно такими камерами, но еще в пленочной эпохе, для того, чтобы снимать в том числе и ландшафты, которые сейчас, благодаря снегу, очень красивые. Что же это за камеры? Я как-то в выпуске о среднеформатных камерах показывал. Хорсманы, у которых сменные адаптеры. 6 наше, 6 на 4,5, 6 на 9 и до 11 сантиметров по горизонтали. Ну и очень много снимков делал Хассельблада. То, что полуформатные камеры дают достаточно большие преимущества, говорит спрос на эти камеры в США. То есть из суммы на наши деньги в 30-40 тысяч они уже дошли до 250-300 тысяч. Почему? Потому что камеры 6 на 7 даже очень среднего класса сейчас востребованы в журналах. Все уже поняли, что цифры это замечательно, но пленка вам в некоторых отношениях лучше. Но тем не менее, поскольку возня с пленкой достаточно сложная, призывать к этому сейчас глупо, времени у многих нет. Советую вот воспользоваться такой камерой для художественной съемки. Ну действительно, камера хороша во всех отношениях. И оптика замечательная к ней. И можно делать очень хорошие, особенно ландшафтные снимки для начала. Это полезно. У меня такой опыт есть. И в свое время он чуть не закончился большой такой переездной выставкой, на которую, как обычно, не хватило денег. Но идея была такая, что сделать русский ландшафт, то есть ландшафтные картинки, 120 на 80 сантиметров, и сделать их так, чтобы они отражали все сезоны средней полосы России. Затейниками этого всего были японцы. Они как-то проявили интерес и захотели сделать такую выставку о средней полосе России. Сунулись в союз художников. Оказалось, что, собственно говоря, у нас есть Кордильеры, у нас есть Тибет, у нас есть Дальний Восток, у нас есть вулканы Камчатки и прочие прелести, а также джунгли во всех районах земного шара. А вот средней полосы не было. Ну и поскольку я оказался единственным, кто владел этим материалом, я подготовил такой объем некоторый, небольшой, где-то около 1200 слайдов всего-навсего, разных форматов, в том числе и полуформатными камерами. Был выпущен такой каталог. На самом деле книжка, она называется «Времена года». И здесь каждый год русский средней полосы разбит на каждые три дня. И 123 картинки отражают смену наших сезонов. Книжка до сих пор в издательстве, я точно знаю, есть. И стоит примерно как два бутерброда, что-то около 600 рублей. И кто хочет познакомиться, может купить физическую твердую копию, а не только смотреть электрические картинки. Здесь есть небольшое описание и подпись, какими объективами, какой камерой все это, что делалось. Книжка вышла довольно давно, в 2008 году, и поэтому издательство ее, собственно, распродает по достаточно бросовой цене. Может быть, это не так познавательно, как хотелось бы для любителей разнообразной фотографии, но ландшафтная съемка и узнаваемые места вы можете в ней увидеть. А сейчас я вам приведу несколько картинок из этой книги, альбома «Времена года», где вы познакомитесь с образцами этой деятельности, которые как раз лучше всего осуществлять такими камерой, как современный цифровой хасельблат, ну или его полуформатные аналоги. Приятного просмотра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok